Друзья, всем, кто смотрит в записи, большой привет. Мы устроили небольшое тестирование перед тем, как стартануть. Вроде как базово всё отстроили. Но думаю, что могут быть какие-то технические темы, потому что и конфигурация несколько обновилась, и вылет уже был один, поэтому чёрт его знает. Поэтому заранее прошу меня извинить. Сегодня мы с вами после череды просто затяжных трансляций ушли на две недели в запой, просто фуфа. До этого было два месяца The Abelions, просто без пауз и кампании выживания. До этого X-Чомчик был второй Long War на, наверное, месяца три. Было перепрохождение с несколькими трайами. Сейчас будет лайтовое прохождение проекта под названием Resident Evil Village. Деревня, короче. Мы играли в какие-то части Resident Evil, ну, именно новые. Что-то было в VR, что-то было с демкой, что-то было в такое обычное прохождение. Короче, игру порекомендовали. Она хоть и конски дорогая, но не мне жаловаться на то, что, о боже, надо игру купить за две там с небольшим тысячи рублей. Потому что всё равно, если понравится, то оно, безусловно, окупится. Отзывы очень хорошие у неё в Steam, кроме всего прочего. Поэтому я решил, точнее, вы решили, а я согласился, с тем, что надо брать. Надо брать и играть. Графон очень хороший. На стриме Full HD, 60 FPS. В настройке почти в полку выкручены. Ставим режим Hardcore и погнали. Вспоминаем. Я сюжет прошлый, вот, помню приблизительно. Хорошая локализация, кстати, ещё здесь. Давным-давно одна девочка пошла с мамой за ягодами для папы, который много работал. Лес встретил их тьмой, холодным безмолвием и пустыми кустами. Но шалуньи хотелось ягод. Она бросила мамину руку и исчезла среди деревьев. Крики мамы остались позади, а девочка всё бежала через лозы и ветки в самую чащу леса. Ощутив на себе взор, девочка вспомнила страшные мамины сказки и в горле у неё пересохло. Но явился не топырь. Он поздоровался и надкусил своё крыло. Ну же, дитя, утоли свою жажду, сказал он. Она испила густой тёмной крови и радостно улыбнулась. Она вышла на кладбище. Над ним сгустились жуткие облака, а воздух стал ледяным. Девочка замёрзла и поёжилась. Тогда возник тёмный ткач и одним щелчком пальцев превратил туманную дымку в чудесное платье. Ну же, дитя, согрейся, позвал он. Она надела платье и радостно улыбнулась. Девочка нашла лодку и, рассекая зловещие волны глубокого моря, направилась домой. Но её терзал голод, а на душе стало тяжко. Тогда ей явился царь морей и предложил ей один из плавников. Ну же, дитя, утоли голод. Девочка поела и вновь радостно улыбнулась. Она продолжила путь и вскоре очутилась в самом сердце леса. Тут явился железный скакун с чудесной золотой шестерёнкой. Существо не сказало и слова, когда девочка схватила вещь, которую приняла за подарок. Скакун рассердился и призвал жутких монстров. Девочка пришла в ужас, но тут над чудовищами пронёсся вихрь. Пред ней явилась ведьма, мрачная, но величавая. Ты даров взяла сполна, дитя. Теперь ты нам должна. И ведьма заперла девочку в зеркале. Нормально. Что за жуткая сказка? Ей же шесть месяцев. В книжном сказали, это местная сказка. Такой фольклор. Очень интересно. Ну и... Роза-то не против. Потому что не понимает. Слава богу. Ты же помнишь, мы уехали, чтобы избавить её от этого? Да, я это прекрасно помню. Блин, какая она вредная, я забыл уже. Ой, как ты ж псих, ты ж псих. Да нет. Да, ладно. Она вообще ку-ку. Она не алё. Я не параноик. Я осторожен. Ну, тогда осторожно неси, дочь, спать. Как ты меня уже бесишь, а, родная? Я скоро ужин. Так, ребята, у нас... У нас проблема. Не, графон, конечно, топовый. Не могу не отметить сразу прекрасную озвучку. Твоя мама боится прошлого. Её можно понять. Просто деньгами в тебя сразу же. Вот тебе русская локализация на... Вот тебе прекрасная музыка. Ты что-то сказал? Ничего. Сейчас уложу. Да, тихо, не перебивай меня. Сразу музыка на заднем плане прекрасная. Визуальный стиль, захватывает это всё. Когда тебе там за 30 плюс, и ты сидишь, у тебя такие мураши уже пошли. Это уже... Это значит, что качественно подходит к продукту. Кирилл интересуется, секс в игре будет? У тебя уже два человека. Зачем? К чему? Зачем? Зачем? Кажется, это... А, игру чуть погромче. Сейчас всё сделаем. Ребят, давайте разбираться постепенно. Субтитры можно... Давайте чуть громче сделаем. Я, кажется, ещё зря... Я не пропустил, но, кажется, при первом запуске мне показывали историю. И было бы неплохо с вами посмотреть. И давайте я выйду. И посмотрю в главном меню напоминания истории. Что было в прошлой части? Потому что... Вот отношение наше к жене и вот её стартовая мимика... Это же... Блин, а как включить? Не как не включить, да? А, там есть настройки, как посмотреть седьмую часть. Ага. А где, в каком разделе? Она в бонусах меню. В бонусах меню. Да вот видео. Ролик вселенной Resident Evil. Это вот только он. Нет, видимо... Подскажите, пожалуйста. Нет там воспоминаний. Да, и когда я опять женушку свою любимую встретил... Вот эта вот смена настроения... Вот эта вот мимика, которая от милого граничит с сумасшествием и агрессией, жестокостью... Это оно? Серьёзно? Ну ладно. Мне казалось, что это... Да, во! Всё, вот оно. Давайте посмотрим. Это то, что было в прошлой серии. Так. Начнём. Имя? Я Итан. Итан Уинтерс. Прошло три года после событий в доме Бейкеров. Бейкер, точно. Я искал свою жену. Вот, родная. Потом пришло письмо. И мы это в Яре проходили. Прошло ехать, и вот так я оказался в жуткой глуши. Такой трэш там. Трэш просто. Особенно в самом начале с... Я узнал, что Мию держали в тёмном подвале. С непривычки. Она больная. У неё помутился разум. Это мягко говоря. Она там ножиком нас резала. Она напала на меня, словно бешеный зверь. Ай, твою мать. Позже я узнал, что она заражена какой-то необычной плесенью. Я перерыл весь дом, чтобы найти лекарства, вакцину, что-нибудь. Блин, это ж реально страшно было. И обитатели дома заразились. Да, 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 да. Там много неприятных моментов. Мы перестали быть людьми. Источником заразы было биооружие в облике девочки. Её звали Эвелина. Отбившись от семьи монстров, я сумел вылечить Мию сывороткой. Там, в частности, кексыдные развлекают. Потом пришёл Крис Редфилд со своим отрядом, и они спасли нас. Ну, это, если коротко, да. Но пугали нас знатно вообще. VR, я имею в виду. Это же VR сериал. Это выхватит? Ну да. Я больше не хочу вспоминать о том, что случилось. Вот, вот. У меня такие же впечатления, блин. Всё кончено. Блин, а главного героя нас не смущает то, что у жёнушки до сих пор там... Не все дома. Малин Ланджел. Ты что-то сказал? Ничего, сейчас уложу её. Хорошо. Так, осматриваемся. Прекрасный графон, замечательное освещение. Давайте не торопясь. А, не, подождите, я же должен пристроиться, подождите. Это же не попало в запись. Это должно остаться. Тихо. Так, неплохо они тут устроили. Свой дом, огромное количество подушек. Камин. Безликие какие-то фоторамки с цветами. Ага. Вращать. Вертеть можно жену. Ага. Оу, Мия. Это чудо. Блин, она же нас там мочила. И в конце, кажется, я даже не жену выбрал в этом. Потому что у меня тогда не покидало ощущение, что я не смогу с этим человеком жить. Три года назад я и подумать не мог, что случится. Можно чатик на экран? Да, можно чатик на экран. Слушайте, я сомневался. Но давайте сделаем чатик на экран. Я его сделаю, пусть не таким большим. Маленький чатик на экране будет. Но чисто ради... Ради это самое. Вот так вот. Нормально же, да? Не мешает отличить. Это что-то подобное. Ты такой, нет, не надо, чатик. Все было нормально. Так, изучаем пока что. Все внимательно. Ты отрезанную женой ладонь на спирт... А, да-да-да, блин. Вот как интересно наш мозг работает. Когда я это воспринимал? А я воспринимал это прям вот активно. То есть это было и звук, и видео, и вовлечение полное. И там нейронные связи должны были построиться, прочные, многогранные. Ну вот так хопа. И часть... Удивительно, как это работает, как мозг работает. Что я только посмотрев ролик, вспомнил те самые чувства, которые сопровождают. Ты отходи так близко, когда я готовлю. Да-да-да-да-да-да-да. Давай, еще-еще. Эй, ты чего это там задумал? Могу. Так, давайте осматриваемся кулер. Немножко бардачок на кухне, что-то приготовим. Ну, не будем придираться к жене. Что у нас по списку? Еда для розы на февраль. Неплохо. Шестое рисовая каша, банановое пюре. Седьмое пюре из батата. Отварной шпинат со сливками. Итан, не давай ей сахар и мед. И никаких грибов. Так, у Итана есть прошлое какое-то... Скорее уложи розу спать, хорошо? Он знатный грибник. Сейчас, подожди, ну я осматриваюсь. Мне любят готовить. Этого добра тут все больше. Так, мы, получается, в загородном доме. Самое классное место для того, чтобы... Кстати, в прошлой части у нас тоже был загородный дом, но гораздо более запрошенный. Для того, чтобы нагнать жути, вам нужно какое-то изолированное место. То есть вы, наверное, вряд ли встречали какой-нибудь ужастик, который разворачивается в многоквартирном доме или в каком-то людном месте, потому что там сценарий... Ну, привычная обстановка, сценарий понятный, связь с людьми есть. Если только не массовая какая-то хрень, типа зомби-апокалипсис. А для того, чтобы жуть и нагнать, нужно людей изолировать, конечно. Поэтому разок, я помню, мы там в особняке ходили, в домах, в подвалах. Так, чтобы поменьше у тебя было возможности для маневра. Ограниченное пространство, закрытые двери, отсутствие связи с внешним миром. И все. И вот ты уже чувствуешь себя... Как фпс. Блин, 120. Просто космос. Просто космос. Я легенды, говорит, секрет-секрет. Чатик в отдельный привет. Увековечный просто. Потеплеет и пойдем гулять. Обязательно. Казалось бы, идеальная семья, да? Отдельный дом. Играет такая легкая музыка. Вот. Семейные фотографии. Зелень. Освещение классное. Будет красавица. Ну, хрен знает. Уже начинают мне сомнения селить. Спокойно. Спокойно, тихо. Тише, тише. Я уже сказал твоей маме, что эта книга для тебя слишком страшная. Можно сабы, можно сабы. Так они же все по-русски говорят. Или там будут какие-то сабы, которые... Так. Так мы с твоей мамой обожаем эту песню. Гроулер поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Блин. Миша, а ты в этой игре анубасей. Да, да, я анубасей. Я в записи потом посмотрю. Да. Я анубасей, с вашего позволения. Я озвучки выключу. Я буду их озвучивать по мере появления в чатике. Но здесь очень много текста. В таких играх лучше вообще без подписок, без донатов, без озвучки. Потому что они портят атмосферу. То есть надо сосредоточиться. Одно дело, когда там в Биллинсе 80-е попытка и развлекаются как можем. А тут все, в общем. Так, пошли в темень. О, заметили? Идешь в темноту. Это, видимо, динамическое освещение так работает, да? Или как там трассировочки. То есть заходишь в темную, у тебя как бы меняется восприятие света. Или это не так работает, хрен его знает. Оно кажется динамическим. Так, спокойно. Не отвлекайся, давай, пишет. Пытается меня отвлечь, Кирилл. Адаптивное освещение. Спокойно, что ты кашляешь? Надо будет убраться, пока Роза не начала ходить. Пока не начала ходить. Расследование утечки газа. Понеслась. То бактерии, то газ, то грибы. Завершено. Хорошо. 18-го числа следователи завершили расследование утечки ядовитого газа. Понятненько. Случившегося в городе Далви, штат Луизиана. Та еще дыра. В 2017 году. И пришли к выводу, что причиной страшной трагедии стало скопление природного газа под глинистой породой. Жертвами газа стали 57-летний Джек Бейкер. А, это наши же друзья. Нам рассказывают о том, что было в прошлой части. И его семья. В зоне бедствия также оказались Итан Уинтерс. Это мы, судя по всему. И его жена. Это, ну, как вы понимаете. Но где они находятся сейчас, неизвестно. Ха. Представители власти оцепили район. По их словам, должно пройти не менее 10 лет, прежде чем люди снова... Снова могут туда вернуться. Забыли про это. Да, но жена твоя по-прежнему наша. Надо себя ассоциировать с героем. Так будет круче. Погружаемся. Погружаемся. Ёшки-матрёшки. Ну, такая плавность, такой графон непривычно. Правильно сделали, что порекомендовали. И у нас... Это самое начало. Затравочки. Если вы пришли, там посмотрели... Начти пришли. Что происходит там? Что-то как бы непонятно пока, неинтересно. Или непонятно просто и интересно. Дальше будет точно круче в плане сюжета. Потому что пока я так... Я не тороплюсь. Я смакую. О, на таблеточках сидят. Так, минтос. Мази. Блин, с ребёнком неудобно изучать окрестности. Лекарство мимию после интендента. А есть, кстати, субтитры, пожалуйста. Она принимает его строго по графику. То есть, то, что озвучивается, оно не дублируется текстом. Это хорошо. Ну, зачем нам лишний текст? Что-то трожение завезли. А может, кто-то просто плохо... А может, меня просто не существует. Но обстановка, конечно, очень уютненькая такая. Очень всё спокойно, безопасно. Пока что. Блин, вот фотографии меня дико настораживают. Тихо! Как дверь открылась сама? Я спиной стоял. Уже начинается мистика какая-то. Так, а вот и мы в детскую пришли. Так, объекты пинаются, двигаются хорошо. Физика работает. А я уже вижу третье зеркало, которое зашторено. Знаете, есть методы. Короче, вы создаете атмосферу, где всё правильно, и добавляете несколько штрихов, которые можете не заметить. Ну, то есть вы не можете это пропустить через осознание, да? Но они... Всё равно вы это видите, у вас отражается в подсознании, что что-то не так. Зашторенные зеркала — это что? Кто-то помер? Да, но есть примета у нас, что типа после поминок или кто-то, если умирал, то зашторивали. Возможно, это какая-то интернациональная штука. Но это явно ненормальная ситуация. После психологических травм отражение в зеркале может вызвать приступы. Вот, спасибо большое. Вот это хорошее объяснение. Уже настораживает. Не волнуйся, я буду внизу. Папа защитит тебя от чудища сказки. Блин. Какая-то стремота, если честно. Покажет. Одежда розы на завтра. Нет, это явно не с точки зрения производительности делалось 100%. Это вот как раз отсылка к сумасшествию или просто такой штрих, который должен тебя насторожить. Но они реально-то двинутые. То есть вы помните, как через что главному герою приходилось проходить в прошлой серии? Там... У меня до сих пор... Сейчас я вспомнил, ты сказал «там-там», и у меня такая... По спине прошелся холодок, как это говорят. 6 февраля... Это у нас актуалочка пошла, да? 2021 года. Кстати, игра выпущена в 2021 году, в прошлом. Мы с Мией опять поругались и случайно упомянула о том, что было три года назад, и она психанула. Мы, наконец, освоились на новом месте в Европе и будем растить розу. Но мне по-прежнему кажется, будто я не выбрался из того ада в Луизиане. Миа не любит обсуждать эту тему. Но разве можно вот так все легко забыть? И делать вид, что ничего не было? Не лучше ли обсудить те события, чтобы мы воспитывали розу, не опасаясь возвращения прошлого? Это надо сделать хотя бы ради нее. Я знаю, Миа это тоже понимает. Она бы не вспылила, как и тогда в больнице, будь ей все равно. Тогда в больнице. Когда в больнице? Про больницу, видимо, мы узнаем чуть позже. Имя Розмари Уинтерс. Да-да-да, это же тоже фишка. Порционной подачи сюжета кусочками. Резинтывловская штука. По крайней мере, последних там, не знаю, трех частей я смутно помню, но ко мне возвращаются воспоминания. Возможно, у меня тоже защитная реакция, что я вот все, что было в прошлой части, так позабыл. Иначе я ходил бы тоже такой. Да, а вот, собственно, и данные с больницей. Нет, да. Нет. Да, это новорожденные. Слух, зрение, осязание, проверка, реакция. Отклонения не выявлены. Пациент здоров. Нифига себе, 6,5 кг? Это нифига, это же вообще трындец. Ладно. Пациент здоров. Прочие отметки БСА. Ну, мне кажется, 4,5, 5, это уже крупный ребенок. Танюшка говорит, жирненькая розочка. А, это не при рождении, фух. Да я вижу, и рост как бы уже 60 сантиметров, блин. 60 сантиметров это... А-а-а, и в сказке девочку заперли в зеркале. Капец, тут у нас уже столько отсылочек. Книжка, которую женушка сумасшедшая читает, укладывая, укачивая ребенка. Какая-то локальная сказка. В сказке девочку заперли в зеркале за то, что она слишком много действовала, брала помощи в окружающих. Хрен его знает. Там вообще сказка наркоманская тоже какая-то очень странная. Разные образы, разные эти. И завешенные зеркала дома. Нормально. Походили, блин, почитали три записки, посмотрели ролик, и все. И как бы у нас просто комплекс проблем. На этом можно уже строить ужастик какой-нибудь или триллер. Ребенок с потенциальной травмой. Жена с биполярочкой как минимум. Чувак, который не знает, что с этим всем делать. Может, да ну его нафиг. Ребят, может, в аркафт поиграем, а? Ай-яй-яй-яй. Выключай страшно. Да. Мемориальная больница Апельфельд. Выдыхай, бобер. Все хорошо. Конечно, успокаивайся, псих ненормальный, блин. Все хорошо. Любимая вещь. Розы. Причем, любимая вещь тоже с отсылочкой. Это вещь парная. У нас семья. Это дочка и муж, не жена. То есть это я и она. Ну, по галстуку у этой, по манишке вот этой вот, по рубашке можно. Капец. Ладно, давайте изучать дальше. Погнали. Оружие выживания, применение крупнокалиберного... Если тебя хотят убить. Ага. То есть мы там еще с огнестрелом научились общаться, да? Страшно, продолжай. Вон, ноут, запускай варик. Ну, давайте посмотрим. Так, подожди, а можно назад? Я... Нет, нет, нет. А, так. Я сижу. У меня, как, короче, монитор, над монитором свет. Это такая круглая хрень, достаточно распространенная. Спасибо товарищам, которые подарили. Наши там, Витя, Паше и так далее. А прям за светом стоит, кто не помнит или кто не знает. Стоит картонный абвер. Картонный абвер. Леха. И он... Я смотрю на него, и он падает на меня. Леха. Ёпры-со ты. Леха. Леха, не надо. Не надо. Леха. Он здоровый. И прям на меня такой, ух, сверху. Жесть. Короче, это знак. А он здоровый. Он в натуральную величину. У нас добрая традиция, когда сначала Лисецкие не смогли из-за короны приехать в гости. Наш друг Роман распечатал Лисецких. А я на них как раз сейчас смотрю. Они пара. Там организаторы стримфеста, все дела. Там журналист, режиссер, в общем. Вот. А потом Леша не смог нам приехать в последний раз. Привезли Лешу. Вот. А Леша сейчас... Он пришел за гудгеймом. Да. Так. Ну что? Я листаю в обратную сторону. Ну, я хотел первую посмотреть. Так. Вот мы тут целуемся. У нас у главного героя перекрыто лицо, чтобы у нас была... У нас здоровая рука. Мы узнаем это точно. Любит она, наверное, на кухне стоять, конечно. Рассматривать снимочки как раз изи. Я просто ищу везде уже знаки и подвохи. Понимаете? Вот бы так продолжалось вечно. Шляпка, да, соломенная? Ну, вот она с любимой игрушкой. Папу трогает. Ну, типа вот наш образ. Но это все. Фомбич, привет. Тут вообще такой страх. Но графон, но очень качественно. Понимаешь, за что как бы деньги платятся. Так. Это мы все прочитали. Ну что, возвращаемся к нашей благоверной. Чего я так тяжело дышу, блин? Я же... Это же... Тебе же... Не сильно за 30. Даже... Да, скорее всего, ему... Он приблизительно наш ровесник. О, фонос стоит. Я его не заметил в самом начале. Мне была тяжелая жизнь. Так, наоборот, дыхалка должен был развить на базе. Так, он подгузники, Жиза. Подгузники и розы. Она скоро вырастет из них. Спасибо. Аркер такой интересный. Как он там правильно называется? Окна, которые не открываются с решетками. Вообще классика жанра. О, а тут тоже ужин готов. Ммм, что у нас тут? Что-то фаршированное, что-то... Что-то капуста, перчики какие-то, да? Огурчики. О, хлеб. Прекрасно, просто прекрасно. Не жена, а подарок. Джазовые альбомы. Несбыточная мечта. Молодости. Не похоже совсем на джаз. Все хорошо? Да, она спит, как... Как младенец. Ммм, пахнет вкусно. Это что? Хотя нет, акцент на второй доле. Все нормально. Сори. Это какое-то, видимо... Чёртбей из овощей. Это джаз. Какое-то джаз. О, я смотрю, ты здесь освоилась. И вино местное. Но если ты настроен хандрить весь вечер, тогда тебя лучше не пить. Ты зря так сильно волнуешься. Просто вот мы встретились в Луизиане. Беременность. Потом Крис перевёз нас сюда. Боевые курсы. Слишком всё быстро. Ну, зато теперь мы вместе. Ты, я и Роза. И теперь у нас всё будет... Серьёзно? Думаешь, мы сможем взять и забыть про Луизиану? Всё это уже в прошлом. Просто не понимаю, почему ты так... Мия, ложись! Мия! Мия! Ань! Боже! Крис? Какого чёрта? Прости, Этон. Нет! Что? Что происходит? Слушай, ну в лучших традициях The Last of Us. Как бы... Трагедия, смерть на резком контрасте... Иди! Тихо, не ори, блин, ты пугаешь меня. Ой... Всё чисто. Роза? Отвали от моей дочери, тварь! Груз у нас, сэр. Уведите. Не смей к ней прикасаться! Итан, нет. Да-да. Роза! Всё, уходите. Признаешься, ты этого хотел? Нет, нет, я... Ну, нет. Нет. Я думал, мы будем разбираться с семейными проблемами поэтапно. Ну, блин, там шок, да. И у неё шок после первого выстрела. И это тоже не сообразил, конечно... Блин. Алло. Здравствуйте, мистер Уинерс. Я получила анализы Розы и хочу обсудить их лично. Сможете подойти к следующей... А-а-а. Всё, понял. Всё понял теперь. Это у нас финалочку нам показали. Получается, да? Сходим к ней в четверг. Мы ещё наобщаемся с нашей благоверной, ребят. Эй, хватит. Думай о хорошем. Ну же. Ха-ха. Мы же обсуждали. Знаю. Мы только это и обсуждаем. Когда ты поймёшь, что я не за Розу волнуюсь... Так что тебя тогда волнует? Послушай, с ней всё будет хорошо, я уверен. Что ещё нужно? Мы нужны, Итан! Ты нужен! Но ты всё... Лиля, да о чём ты говоришь? Ты что-то скрываешь от меня? Давай, скажи мне. Да, друзья, давайте без спойлеров, пожалуйста. Не рассказывайте, что по сюжету. Эта игра чисто сюжетная. Это самое ценное. Это как в кинотеатре вы заходите и громко на весь зал говорите, что там кто там умрёт, кто там что. Это чисто свинское поведение. Ну, то есть в кинотеатре этого не делают, потому что сразу можно замочить. У нас вместо мочения будут баны просто долгие. Поэтому, пожалуйста, помощники... О, Лени пришёл, спасибо большое. Это же повествование, это же рассказ. Это же всё линейно будет у нас. Что за чушь вы несёте? Где Крис Редфилд? И Роза? Кто это? Это закрытый канал. Пропал, надо справа использоваться. Не, Кирилл, не надо. Сука. Никаких профилактических банов. Ну, на усмотрение помощников. Я пытаюсь погрузиться. Чёрт, что тут случилось? Что тут случилось, реально? Пропустить фон... Не, ничего не пропускаем. Короче. Что случилось в наших лесах? Цель операции. Устранить цель. Доставить тело. Забрать Розмари Уинтерс и Итана Уинтерса. Не понял. Доставить обоих Уинтерсов в пункт С для дальнейшего осмотра. Переставить к ним хотя бы двух охранников. То есть, то, что мы ливнули, за нами, видимо, наблюдали, а мы были инфицированы, и ребёнок, возможно, тоже, в общем... Темень просто... И... А как я одет? Ну, одет я явно не по погоде, раз начинаю сразу дрожать. Ладно, погнали. Так, откуда фонарик? Что сделать? Куда бежать? Ладно, нас ведёт тропа. Что там? Я не понял. А это стопы так... В смысле, поворотники так. Блин, а почему её в VR не было? Я... Да тихо! Серьёзно! Блин, да ну! Мишин, тебе нужно перестроиться. Ты же будешь... Ты же... Ты ли это, Михаил? Ты же проходил резидент в VR, по пять часов сидел. На максималочке просто. Что ты ноешь, блин? Что ты... Тебя каждый звук пугает, дурак. Соберись, тряпка! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Присесть, встать. А-а-а-а! А-а-а-а! Какая ты пусечка! Ай, слабака просто, Петровна! Как так? Ты что? Мне... Я не хочу быть таким. Понимаете? Я не хочу... ты же подго проходил подготовку у тебя там просто хотя может быть как раз из-за психологических травм иди о это хороший знак я считаю это нормально ворн с выпущенными кишками это это хорошей погоде ну а это вообще как отдыху прекрасному летнему и я что-то зря наверное хардкор про это самое поставил сложность максимальную а уважаемые эксперты рекомендую вам выключить свет в комнате надеть наушники развернуть стримчанский на полный экран для для создания прекрасной атмосферы good game good emotions всем добра ой сика как пугает беги за ним беги смех на защитные реакции такой ситуации шуте очки я пойду а ты с моста не можешь спрыгнуть ну правильно специально делать сонки xm3 для просмотра махова молодцы какие у тут какие-то посылочки игра о а вот оно то самое изолированное заброшенное место о дровишки то похожи плотненькие дубочек нормально сейчас баньку затопил кирилл ты как мы совсем недавно просыпались так здрасте но вот в этой обстановке конечно щетки стамесочки ключи на 24 нормальные такие ящики может там тоже аптеки а можно взять лопату какую-нибудь или любое другое подручность я бы помахал сумка походная в лопатами я бы взял лопату сразу совковая кажись можно ушатать какого-нибудь праздно шатающего за зомбаря открываем ну если что можно повеситься удобно рукомойник ну надо было попробовать щетка мыло полотенце не первой свежести ну жизни тут не было давно сапоги резиновые блин тут явно кто-то жил и питался кстати он хреново и тут блин я понимаю что эти таблеточки и этот назальный я видел в нашем доме ну нафиг нет ну зачем зачем вы меня опять параллелите ах ты ж мразь блин это был при деформации дерева на ветру например или от температуры может быть такой скрип ну там напряжение же есть но это было настолько громко что я подумал что у меня выстрел справа я сразу думаю соколик 180 челик ой нет флешбеки но они прям это это прямо не о как да иди к черту иди к черта хорошо хорошо кто-то еще бегает а этот пятна крови это просто прекрасно друзья просто прекрасно можно ли пушку пожалуйста ну пожалуйста ну возьми хоть что-нибудь я не знаю стул возьми ложку будешь долго но больно бить тут явно же что все плохо чувак или или кстати этом благоверной это ли папа по сути здесь либо я либо она те же самые таблы тот же самый спрей назальный да ну нафиг хорошо что есть стрим начал сегодня в 9 часов ну потому что я не хочу сидеть 6 часов в этой великолепной обстановке но на эмоции она разводит хорошо я посажу следующий раз и ру по и поиграть ей как раз в ее там сколько 19 надо готовиться к трудностям пусть пусть поиграет всяко лучше чем лалец в наушниках правда веселее да 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 еще громкость нормальную такую поставить потому что вот звуки вот треск был на уровне выстрелов пабджи отличные тоже картины то есть есть такие стабилизирующие картинки да типа там не знаю природа успокаивающие цветочки вот что у нас было в доме и создавалась атмосфера для того чтобы на контрасте сразу бах и все эти я сразу мордых пол жену минус света нет все очень плохо то есть создание одной атмосферы резкое переключение контраст и тебя сейчас будут кормить вот этим вот креатив чекам вот таким вот прям позитив чекам тут непонятно что смешанный образ мрачняк религиозное что это хрен его знает но сразу ассоциации с религией с какими-то сатанистами с иди к черту короче ну в общем с вещами которые должны у обывателя вызывать тревогу это что это кто-то это как ой обожаю еще токарные станочки вот эти вот верстачки совмещенные с токарным станком на которых кровь ну или какая-то жидкость да и подожди я оттуда стучат я должен это открыть то есть да блин достал достала реально бататы тут какие-то или картоха до токарный причем он сбитый ну то есть само как она зубила не зубила не знаю как правильно на да блин ты бесишь меня реально своим стуком лёха прекращай это значит что до либо давно не менялась либо уперлась во что-то в принципе отлететь то он может хотя с такой толщиной на может от кости отлететь блины кровь идет сюда да ну нафиг да ладно я открою а чё делать-то от надо надо так надо сика сейчас я повернусь а будет кто-то да я не хочу поворачиваться блин иди нафиг короче почему я стал таким впечатлительным понимаете это же блин это же методика как только после чего-то идет резкое затишье затишье вот а сейчас нет ни стука нет ни скрежета тихо спокойно это было всего лишь крыса миша не надо переживать выдыхай иди себе с богом ничего быстро а это классические приемы но нет на то и классические что работают блин как как я просто на тебе на тебе ах ты тварь мразь у меня испарина просто на на хорошо погнали а ну-ка песню нам пропой веселый ветер веселый ветер веселый ветер веселый ветер если разговаривать с собой не так страшно потому что слышит свой голос моря и горы ты я на ли все на свете и все на свете песни ты слыхал спой на ветер я не знаю куда идти тут так надо какой-нибудь более жизнеутверждающую песню фух реально пробрало меня пробрало ей надышался мне сейчас кислородика побольше ой хорошо ой молодцы нужно проползти ой люблю люблю ой дурак взял бы лопату было бы по крайней мере страшно я сделал я думаю такие игры так и надо проходить и стримить чтобы прям на 1 3 эмоции потому что вы же наверняка ради эмоции не я могу включить как бы ел о фейс просто и просто пойти найду пушка всех расстреливать буду я могу относиться к этому как к игре но в этом тогда я думаю мало смысла будет то есть я не хочу искусственно но и не хочу барьеры строя ставить ставить такие которые меня бы притупили восприятие вернее ящик забыл открыть сейчас полутать забыл час какая сложность максимальная блин как динамический свет меняется классно и визуально может быть кстати дело в том что чисто визуально да нет я же здесь был просто назад дороги нет я же отсюда пришел тут уже выход забрикадирован вот чем дело скоро надо будет зеркала доме занавешивать после да 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 ладно двигаемся сейчас посветлее стало поспокойнее нас напугали проверили нашу психику он не выдержал разум очень легко обмануть и как раз уж ой красиво черт где я идея сами европу выбрали там таких замков на построено было средние века ока очень красиво давненько я не без у меня сейчас 100 плюс fps графоне почти на максимуме то есть там типа четыре из пяти условно говоря по разным фичам где-то максимальный где-то нет и картинка конечно мега крутая она не цветастая но они не должна быть цветастой но в целом впечатление классно да это новая видях а которую один благодарный пользователь прислал свеженькая 3060 ти учитывая что сейчас начало 2022 года все еще клятые майнеры мне не хотелось покупать видяк увидях у как бы ей в старой игрушке постоянно играл последние не знаю полгода вот что ж ты такой блин проблемный а вот и конь еще один сигнал что все плохо когда вы видите мертвую лошадь причем она ее явно не из жалости просто пристрелили тут тут причем от нее пар еще идет до пар от нее идет свежачок от нее реально идет пар если присмотреться лошадка блин опять вот это ощущение а звуки ambient на заднем плане начались низкие и создают такой фон до этого их не было было спокойней ну короче очень низкая очень низкая нотка которая пробирает так можно туда можно сюда блин я не хочу в дом идти я бы побежал до ближайшего мельница крутится дальше это ветер так и яйца разбиты кастрюлька так тут что-то наградили какую-то систему ковер опять же ну это по-домашнему обстановка хорошая да уют уют может быть для да ну нафиг опять я захожу может они отошли а может не надо никуда идти борщец слушайте а блюдо такое же которое наша благоверная готовила в доме да ну нафиг да это она ну я же внимательно смотрел что у меня на тарелке было правильно и кастрюлю то я тоже узнаю правда содержимое какое-то совсем не аппетитные ножики вилки ложки дуршлаги как грамотно они дизайнят просто локации ну вот эти вот маленькие когда у тебя коридорная штука да когда ты ограничен тут можно прям все по кадрам 1 1 1 расписывать зарисовывать как будто вы фильм снимаете но разница конечно и вот она еще один сигнал непонятного товарища которого мы ну картину видели до этого тут работа проделана конечно серьезная при том что скорее всего большую часть я еще ну конечно еще трубчик кто-то утащил на моих глазах да 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 давай давай верти меня верти так ну очевидно надо идти влево но там тупик очевидно но может сачок тоже с вином или с пивом кажется знакомый конь не ушел а лошадку тиснули что ли да ну там не там там были ноги это лошадку тиснули ой не человеческая сила ну конь ребят полноценный конь сколько весит конь 250 300 так играет где-то музыка трактор ну то есть у нас тут следы недавно увядшие цивилизации так скажем в среднем 500 говорят я хочу проверить другие направления вдруг а тут кстати дают гораздо больше свободы так вижу воронов вижу табличка типа не проходить но эта игра не про ток пробежала забыл эта игра про страдай сика изучая страдай я вижу игрушку наш откуда это здесь вот-вот ну фактически мы встречаем так ли иначе следы артефакты из нашего дома переплетенные уже с весьма тревожными ну тревожным окружением как правильно называть то есть они появляются даже в туалет не сходишь по-человечески так ладно все нормально миша все нормально светло снег идет и просто изучаешь окрестности вороны птицы умные они бы не тусили амини 980 обычная ну как обычно на меня по всем параметрам устраивала просто совсем новинки играть опа клеточка причем она такого ржавого цвета как будто ну это активный предмет а вдруг может можно не воздействовать запрыгнем на крышу там распрыжка сделаем зайдем потянем маловероятно туда же а пробел это руками закрыться вот что надо было делать я думал прыгнуть а прыгать наш герой не умеет колодец тоже разбитый ёшки матрёшки куда меня загоны для скота барн что что вы слышали на но тут курей явно разводили про чуживность агась вот и прошлись сквозь а кстати шва на руке нет реально то есть мы не получили еще тогда ножевое у нас же рука была просто располоса на а потом отрублено или что там отпилена но отпил мы не видим но когда здоровенным кухонным ножом наша благоверная в начале прошлой части на нас накинулась и там сквозное было вот как новенький просто великолепная способность к регенерации так тут козы что что случилось в наших лесах вешают коз хорошо бы знать в какой стране мы находимся вдруг это норма для да это возможно так что там кладбище мастерская мистеритола а вот запоминай румыния да козлов а как ты козла определил по по большим рогам определил то есть ты предполагаешь что у козы рога меньше я вот козла от козы исключительно по время по вымене в имени моем а по бороде эту бороду увидел там язык высунутый какая борода так значит грейвьярд workshop мастерская вместо ритуала вместо ритуала нормально нормально такое типичное поселение это горный козел скорее всего ничего себе специалисты да слушайте похоже все понятно те объекты которые вот с таким золотистым это находка интерфейса довольно стандартная методика это то с чем можно взаимодействовать заперто хозяин отсутствует так что скорее всего на ту клетку мы тоже могли бы за воздействовать ну вот здесь тоже видите что-то важное заперто он нарезает круги курица петуха спокойно никуда не торопится он понял жизнь он не спешит здрасте поленец у нас прям в доме расточительное использование свободного пространства хотя может это типа склад и это норм во во можно сломать силы я хочу хочу как как дай мне сил лунная призма алё а какую кнопку нож 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 все я не победим атаковать ребят на 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 пес на ты с кем ну все у меня есть оружие на ка лекарства берем лекарства открыть наряжение о табуляция привычный инвентарь слева наверху зелененькая с какими-то там бактериями вирусом или в это состояние здоровья наши зеленые значит хорошо предметы у создание сюжетное сокровища нас ждут несметные богатства хорошо нож видавший виды нож широким лезвием лекарство полностью излечивает раны а мы можем как-то мы можем видимо в любой момент табуляцию нажать опять пиво хорошо так а мы можем ножиком сзади что-то или у нас дверь от этого я понял я понял нас ведут линейно но теперь у нас линейно есть нож значит нам линейно должны дать противника ну или что то что мы можем с ножом разбить ну вот мы уже разбили но я думаю что следующим нам все просто убежали из дома я не понял с чего это вдруг мне пришла мысль именно сейчас об этом при взгляде на скисший суп бабушка с веретеном слова-то какие диковинные веретено прялки оглобля дойдет ах ты пёс ах ты свой иди сюда пришел иди сюда там на дороге была авария говори я свой а это он свой нормально дед фактурный по ушам видно что ему за 60 но нет они здесь кто они что это было оружие что есть собой оружие то нет откуда ой-ой-ой дед дай пушку дед что за не стой на месте вас миш привет сосед ой мертвец мертвец это первое слово которое я скажу скажу когда окажусь таком месте а мертвец внезапно серьезно что за озвучка мертвец он даже не испугался удивительно так чем во первых спасибо деду за то что в двух метров из дробаша не ушатал потому что это надо постараться ты как сокол надо стрелять просто чтобы из дробаша вас вплотную не попасть там бы меня просто разнесло а там дробина такая хорошая была там без 682 там хороший дробовик был такой на оленя вот во вторых дед присутствовал буквально секунд двадцать нашей игре но его лицо останется в памяти потому что ну вы видели да вот эти вот скул улыбка уши большие глаза это безумие отраженное на искаженное от ужаса лицо так скажем то есть он и пожил и эмоции запечатлены были конечно такие о чем не по пистолету 10 из 10 а вы не видите патрон они за моей спиной а у тебя рука прирастает к телу без шрамов не плевать тебе на выстрел из дробовика но я пока не знаю я ли это а вдруг это яногенно модифицированный что за хрень тут творится ртx он у нас ртx у нас просто по полной программе спокойно какой молодой уже уже верю пистолет давай доставай пистолет доставай беги бежать куда бежать а контрол восстановить здоровье а можно отсюда четыре патрона за как так у меня патрика нет а можно пистолет ой нож 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 режем 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 как никогда не резал а надо больше видимо давай давай иди сюда но на иди сюда иди сюда иди сюда за стенку выпину держись держись бобер пластецкая пластецкая нет ты тварь мразь я ненавижу просто ах ты о так у нас проблемы а я понял тут есть сложность да и она максимально ну чё сначала начнем ребят я думаю что на сегодня хватит для затравочки так скажем да 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 стрим длился просто час и мне на сегодня хватит увидимся с вами завтра реально я не хочу сейчас вы пострадаете подождете посмотрите там кто пропустил запись вот а я пойду лучше отдохну завтра скорее всего стрим у нас будет состоять из двух игр первое это резидент и он начнется часов шесть и сколько я выдержу ну я надеюсь на полтора-два часа так чтобы качественно чтобы не мне и эмоции оставались короче до следующего раза в резиденте кто смотрит это в записи кто на стриме сейчас увидимся с вами завтра вечерком ориентировочно в шесть часов вечера сначала резидент а потом чё-нибудь лайтовенькое порыбачить с соколиком поиграть в фафашечку чтобы можно было да и тем более игра не недолго мы все равно за недельку пройдем вот поэтому во все спасибо что смотрели спасибо что болели увидимся с вами завтра пока а завтра all the random cup точно оооо ай-яй-яй-яй-яй ну посмотрим я про анонсирую стрим и увидим когда там чем завтра же варик у нас турнир по варику классный ну значит понедельник тогда как шайл а Субтитры создавал DimaTorzok